всем привет вы на канале наша жизнь в америке new life is my life и сейчас мы хотим ответить на один вопрос который задал подписчик в комментариях прямо под видео про магазины вопрос следующий расскажите пожалуйста про топ супермаркетов про топ дешевых супермаркетов ну вопрос это достаточно такой объемный и выделить какие-то топовые супер дешевые магазины сложно вот начнем с того что за пять лет у нас сложилась определенная сеть магазинов которые мы посещаем в которых мы покупаем продукты причем это даже не все магазины которые скажем так есть в нашей эре в нашем ближнем или дальнем окружении просто в некоторые мы зашли вышли по пару раз и поняли что там делать нечего да судя по ценам ну самый и поэтому еще скажем так у нас уже есть определенные маршруты то есть если мы едем в один магазин то наверняка мы заедем и во второй магазин мы знаем что в одном мы купим одно в другом другое и как то вот так вот складывается наш маршрут наша закупка продуктов да да значит ну давай скажем так вот назовем дешевого к дорогому что мы считаем хорошо я тогда разделю так 99 центов он должен стоять вообще отдельно этот магазин потому что он получается самый дешевый но мясо давай скажем вот так вот по возрастающей самый дешевый самый дорогой а потом расскажем вот именно то что где-то то а где-то это хорошо тогда номер самый дешевый дешевый номер он делится хорошо 9 но я говорю владею потому что все таки по самому хорошо 99 центов номер у на смартин файна потом нет после номер у на бойлов он испортился мне он теперь уже не нравится он и после того как его купила боевых он был короче это был один из наших любимых магазинов но у него он не так давно открылся год назад да и потом резко в нем сменился хозяин и он испортился его переименовали в бойлов и в общем там да там достаточно низкие цены но они подросли они подросли по сравнению с первым скажем хозяином этого магазина но эта сеть это не то что маленький магазинчик это сеть они там как-то как-то когда две сети там перекупают да перекупили барьер и потом подросли цены и очень сильно упало качество до того упало что просто вот из худшего выбираешь лучше как говорится то есть и мы просто в него перестали ходить там лежали вялые фрукты и овощи там лежала задержала рыба и мясо то есть и все и мы перестали в него есть когда он был первым хозяином мы просто удивлялись что насколько там все и чисто и аккуратно и очень очень дешевая значит тогда я считаю 99 центов потом номер у на потом смартин файнал потом волмарт да потом костка и сэмс причем смартин файнал и волмарт это одна линия можно сказать костка и сэмс клаб это одна линия то есть получается три места самая низкая ценовая категория это 99 центов и номер у на потом смартин файнал волмарт и потом костка и сэмс клаб вот и значит в нашем окружении еще есть такие магазины как джонс этот магазин называется в америке русским потому что его учредители хозяева сдавни с самого начала но это старый магазин тоже достаточно армяне там много работает русских вот говорящих да и есть там много таких продуктов вот как заходишь смотришь гречкой написано на русском гречка пиво балтика пиво балтика конфеты аленка там я не знаю шоколад юбилейный советское шампанское то есть этот магазин изначально позиционировал себя как магазин русских продуктов они ну видимо нет ну подожди но он как русский и вот кстати европейских товаров много в этом в бою но это не несут сейчас то есть в принципе джонс это позиционируется магазин как русский вы там и селедку купите и там я не знаю огурцы соленые моченые там и в общем то к чему привык человек на постсоветском пространстве да да вот именно те товары которые в америке в других магазинах вы не купите не такой формы не такого вкуса хотите заварные пирожные пожалуйста вы там найдете по тортам слабовато по они у них только можно купить какой-то наполеон да вот я например я хотел бы например ленинградский но его там не было ну значит но это дорогой магазин если вы хотите кушать товары как продукты к которым вы привыкли готовьте баблосы там вас разуют мама не горюй по полной программе упаковочка пряников сушечек будет стоить как ну с чем сравнить я не знаю не будем говорить как самолет ну ну это дороже чем какая-то допустим выпечка или что-то не соизмеримо дороже то есть если вы в костка можете купить банку сметаны за 5 долларов то с надписью сметана вы купите точно такую же сметану в джойте но уже наверное за 8 а может даже и за 10 долларов вот потом есть еще такие магазины как раус трейдер джорс ванс таргет хул футс который купил amazon эту сеть какой еще все больше то есть во всех в этих магазинах заведено тоже типа с клубной картой ты можешь купить дешевле без клубной карты такая цена но когда смотришь даже на эту цену которая с клубной картой то в общем но она получается дороже чем в той же костка или в другом каком-то магазине в том же волмарт в котором не надо клубная карта но они клубную карту не продают они просто регистрируют тебя ты просто на кассе или берешь у них анкетку заполняешь регистрируешься опять же все для того что ты отдаешь им свой mail они тебе будут кидать рекламу на телефон и все прочее ну такая система она работает и работает неплохо но мы в эти магазины не ходим ну раз в год может раз в полгода может есть наверно раз в год если просто зайти посмотреть другого нету вот а в джонс мы заходим наверное раз может быть в два в три месяца когда у нас саша изъявляет желание поесть когда вот потому что но все-таки мы пробовали разные и вот опять же приходим к выводу что если купить какой-то сервелат то для нас более привычен все-таки какой-то вот сервелат либо с русскими названиями либо более европейский потому что все-таки те сервелаты которые продаются в костка всем склабе final smart смогу smart and final они немножко другие на вкус они ну они вкусные но к ним надо привыкнуть это как и американские торты мы когда приехали для нас это было шоком когда мы купили торты в общем а что это это был не торт это не торт в наш для американцев это торт для нас это вообще не торт и не бисквит и не понятно что потому что ну мы привыкли на постсоветском пространстве совсем другим тортам здесь это как-то я бы сказал даже чересчур просто поэтому вот так же и с колбасой ну и самое что надо добавить важно и интересное что можно пойти в самый дешевый магазин 99 центов и купить там что-нибудь дороже чем в костка можно пойти в костка и купить дороже чем вы вернее дешевле чем в центах то есть кто смотрит наши влоги тот видел что всем склабе мы купили салат на котором написано органик и он стоил дешевле чем в том же магазине 99 центов опять же для любителей сказать что 99 центов это дно и это отстой это ложевый магазин посмотрите пожалуйста внимательно наше видео посмотрите что мы там покупаем посмотрите что написанного на упаковке посмотрите какой написан рисован рисунок и вы убедитесь что органик органик салаты органик лук органик бананы которые продаются в костка или в том же трейдер джоса или еще там где-то за дурные деньги вы можете прийти и спокойно купить в 99 центах в точно такой же упаковке только стоить они будут в разы дешевле потому что если вы купите органик бананы всем склабе или в костка я даже цену на них точно не могу сказать она будет где-то доллар полтора может за вам вы купите их за 49 центов в центах и без проблем поэтому однозначно нельзя подытожить что тот или иной магазин будет дешевле или дороже вот расскажи про мясо что мы не купим а что купим в цену в 99 центах можно купить и печенье и овощи и фрукты и кофе и чай и бакалею всякого но там допустим нету мяса там есть продается какие-то замороженные уже там допустим наггетсы какой-то кусок не это сам не полуфабриката фабриката там это будет нормальный кусок скажем мясо чтобы что-то приготовить вы там не купить поэтому скажем если если вообще планируете какой-то я не знаю может только переехали совсем ограничено с деньгами то конечно пока есть или надо маленькую упаковку все это можно покупать в девяносто девяти центах ну и мясо уже можно покупать вот номер гона и smart and final там хорошие тоже цены просто дело в том что если покупать те же наггетсы конечно в костка да будет большая упаковка и она будет стоить дороже можно купить наггетсы в девяносто девяти центах там будет маленькой упаковочкой конечно она якобы будет дешевле но если привести к одному знаменателю к одному весу то в центах получится это уже дороже в общем подводя итоги по нашим продуктовым супер дипер маркетом что хочется сказать или на чем хочется остановить внимание нельзя сказать какой магазин самый топовый по дешевым ценам или по дорогим самый лучший где можно купить более вкусные продукты или более качественные да потому что тот же органик можно купить и в костка тот же органик можно купить и в девяносто девяти центах и между ними целая пропасть магазинов по рейтингу ну как я не знаю как все строят себе рейтинг там люди с постсоветского пространства или американцы я не знаю вот просто я хочу сказать одно что у каждого магазина вот по нашему наблюдению есть определенные свои покупатели то есть одни люди ходят постоянно например в трейдер джос они считают что там вот можно кушать только оттуда кстати твой преподавать и подавать считает что в других магазинах все продукты и генномодифицированы что кушать в общем если вы хотите в ближайшее время чтобы у вас не было третьего раза нужно кушать только оттуда и главное у него такие взгляды на жизнь мне от него было немножко так когда он начал это рассказывать я так смотрела на него здесь родился он здесь вырос вы родители здесь рожденные ну как бы просто объясню почему когда ты я считаю что видимо так пошло что он с родителями с детства ходил в этот магазин что как будто он вообще не знает как что вы турки магазин я говорю хорошо говорю ну вот в костке же тоже можно органе купить он у меня такой посмотрел и гать нет но все равно если вы более грубоко типа смотреть в эту ситуацию то только в трейдер джордж типа в этом продается еда которую можно кушать а я хочу сказать другое что мы живем почти пять лет да мы слышали даже от того же друга который нас встретил что вот есть органик не органик я не скажу что он загоняется органиком хоть он прожил здесь четверть века и как бы нам он тоже сразу сказал что это 50 50 все это вот мы не отрицаем мы не отпровергаем не чужое мнение пожалуйста кушайте да но просто что мы для себя открыли когда нам начали это вот в уши и плевать оказывается хлеб мы кушаем органик салат мы кушаем органик мы просто ничего это надпись просто ну понимаете мы не зациклены на этом и эта надпись проходила мимо ушей на обычно проходит нас нами могла с проходить а тут мы так вот и посмотри мы органик едим вообще нормальные димоны и славики все ребята поэтому всем приятного аппетита всем здорового аппетита всем здоровья на долгие годы хорошего настроения вы были на канале наша жизнь в америке не life is my life с вами был эксперт по приготовлению пищи и закупки продуктов всем хорошего настроения хорошая погода